Энергопрофицитный субъект. Прикамье вошло в список регионов, производящих больше энергии, чем необходимо. В Перми почти в два раза упал спрос на офисные помещения в первых этажах здания. О причинах рассказали эксперты. Прикамье. В цене вырос бензин и дизельное топливо. Показатели выше, чем в стране и при Волжье. РБК продолжает знакомить вас с новостями. Прикамье. Я Станислав Загайнов. Здравствуйте. Предприятиям Прикамье часто выставляется цена за передачу электроэнергии в два раза выше себестоимости. Об этом заявил глава региона Максим Решетников на коллегии Минэнерго России. Он отметил, что из-за резких скачков цен предприятиям за передачу электроэнергии выставляется цена в два раза больше себестоимости. Это приводит к тому, что многие предприятия рассматривают возможность создания собственной генерации. Об этом же говорят и эксперты. Они отмечают крупные промышленники. Это Уралкалий, Лукойл, машиностроители и другие строят электростанции для обеспечения собственных нужд. Тем самым они снижают стоимость получаемой энергии. В нашем регионе есть крупнейшие энергетические компании, которые работают ОГК-1, ОГК-4, Русгидро. У нас там имеются две электростанции ГЭС, Водкинский, Камский ГЭС. Мы продаем излишек своей электроэнергии в Свердловской области, в Тюбинской области. Мы продавали в Утмурте и сейчас продаем в Кировской области. Ближайшие регионы получают электроэнергию от нашей энергосистемы. По данным агентства Реарейтинг, Пермский край на 17% производит больше электроэнергии, чем необходима региону для внутреннего потребления. При Каме ходит в группу субъектов России с энергопрофицитом. Две трети российских регионов произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем ее потребили. Есть и субъекты, где электроэнергия полностью поставляется из других субъектов. Это Еврейский округ и Ингушетия. В Пермском крае за месяц цены на бензин выросли на 60 копеек. Цена на этот вид топлива в Прикаме выше, чем в среднем по стране. И при Волжье данные на начало прошлой недели приводит Росстат. Средняя цена бензина в Прикаме 37,51 рубля. В целом по России цена ниже 37,22 рубля. В округе 37,04 рубля. Чуть ниже цены, чем в Прикаме в Кировской области. Самое доступное топливо в Башкортостане. Что касается дизельного топлива, цены в стране практически не изменились. А в Пермском крае дизель прибавил сразу 1 рубль 27 копеек. И также обогнал по этому показателю Россию и Приволжье. В 2016 году спрос на офисы класса D упал на 40%. Таковы показатели агентства недвижимости перспективы по сделкам в этом сегменте. Падение спроса эксперты объясняют достаточным количеством бизнес-центров и офисных зданий. Благодаря более высокому классу строения, инфраструктуре и техобслуживанию они становятся более популярными. На их фоне офисные помещения на первых этажах зданий, переведенные в нежилую недвижимость, существенно проигрывают. На сегодняшний день в городе переизбыток коммерческих площадей, особенно в спальных районах. Достаточно проехать по городу, везде написано аренда, продажа, выкуп. Это говорит о том, что рынок перенасыщен и сегодня уже коммерческие площади переводят в жилой фон. То, чего раньше не было. На сегодняшний день встает большой вопрос, как использовать первый и второй этаж. И появление новых площадей, жилых квартир на первом этаже с отдельным входом, это такая современная тенденция, которая пришла к нам из Европы. В домах классах эконом, по словам экспертов, застройщики все реже используют первые этажи под офисные помещения, в то время как в домах класса комфорт и бизнес при проектировании почти всегда закладывают площади под коммерческую недвижимость. В Фрикаме лишь треть учеников автошколы сдают теоретический экзамен с первой попытки, с практикой на площадке. И в городе ситуация еще хуже, отмечают в краевом ГИБДД. По словам экспертов, это результат погони автошкол за учениками, которых сейчас гораздо меньше, чем несколько лет назад. Демпингу и автошколы экономят на качестве подготовки. В ходе прошедшей реформы требования к ученикам ужесточились. К примеру, теперь при издаче теории за каждую ошибку нужно ответить на пять дополнительных вопросов. На площадке теперь водители должны выполнять задания на время, на каждое дается лишь две минуты. Добавилось при издаче практического экзамена на площадке, вместо трех упражнений стало пять упражнений. На сдаче экзамена в городе, там добавился такой пункт, это не выполнил требования экзаменатора. За что экзаменуемому ставится сразу же пять баллов. Стоимость обучения в африкамских автошколах, по словам экспертов, сейчас варьируется от 12 до 28 тысяч. Меньшая цена, как правило, предлагается учебными заведениями без стоимости, например, обязательных часов вождения. На данный момент в реестре из 140 лицензированных автошкол только 115 полностью соответствуют требованиям ГИБДД. Следующий выпуск уже через час. Следите за развитием событий вместе с каналом РБК. До встречи. РБК Перм. Дело. Оценка персонала. Стоимость. Целесообразность. Результаты. Смотрите сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова